Первой задачей Центра занятости является трудоустройство. За текущий год, за 10 месяцев, около 10 тысяч человек к нам обратилось, 4 500, 4 500 мы трудоустроили. То есть, можно сказать, каждый второй обратившийся трудоустроен. В случае, если по тем или иным причинам трудоустройство не происходит, мы предлагаем пройти курсы переподготовки. В текущем году 627 человек прошли курсы переподготовки. Для молодежи, для выпускников средне-специальных, высшеучебных заведений мы предлагаем пройти оплачиваемую молодежную практику. Около 585 человек было направлено в этом году на молодежную практику. Оплачивает государство Центр занятости 40 тысяч тенге в месяц. Для трудоустройства целевых групп населения существует специальная программа трудоустройства на социальные рабочие места. То есть, это субсидирование зарплаты работодателя. Лица, направленные на социальные рабочие места у работодателя, государством компенсируется оплата труда. 35% от оклата субсидирует Центр занятости. Также безработных мы направляем на временную занятость, то есть на оплачиваемые общественные работы. В текущем году 1700 человек было направлено. Имеется мера для учащейся молодежи, для студентов. Свободное от учебы время они также могут подрабатывать. Полдня обучаются, полдня работают. Около полторы тысячи человек было, студентов охвачено этой мерой. Вместе с тем, Центр занятости проводит ярмарки вакансий. 12 ярмарок вакансий мы в текущем году провели. Проводим ярмарки вакансий в местах скопления людей. То есть это торговые дома, это центральный рынок, это автовокзал даже был в этом году. Ну и учебные заведения, это школы, колледжи и так далее. В целом ведется информационная работа для привлечения граждан, для информированности населения о мерах государственной поддержки. Конкретно транслируется видеоролик на телевидении, видеоролик в общественном транспорте, аудиоролик в общественном транспорте, на радио, бегущие строки. То есть раздаются информационные буклеты в местах массового скопления.